Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я уже не пишу, как 4 месяца иностранства в инстаграм, которого одновременно сильно занимал, но навязчивость и педагогическое будет ключом. Ну, естественно, если вы не отдаете себе отчет в том, какие потребности за этим стоят. Забираюсь заниматься с психотераписом на днях, но препараты пока не помогают. Я буду их менять, но просто я хочу вас спросить в общем смысле на будущее. Вот так писать в инстаграм, чтобы, допустим, человек с большой аудиторией ответил мне. Вот как писать в инстаграм, чтобы, допустим, человек с большей аудиторией ответил мне. Что вы имеете ввиду с человеком с большим аудиторией? Это блогер, вы имеете ввиду блогер, какой-то знаменитый человек? Никак. То есть, ну, абсолютно никак, это чистой воды, рандом. Вот. Никак. Нужно ли тратить столь большое время и добиться ответного человека, допустим, большой аудитории, тем же путем навязчивого спама? Нет, не получится, человек большой аудитории привык к спаму и имеет все средства защиты от спама. Стоит и дать время на идиотские покупки аккаунтов для спама, чтобы добиваться ответ под люди и все-таки, если они порой не видят сообщения у себя в запросах. Почему вы думаете, что они не видят и почему вы считаете покупки идиотскими, да, то есть, ну, давайте хотя бы если вы делаете покупки, то пусть они не будут идиотскими. То есть, больше уважения к себе. Просто моя мечта с детства сохранилась, именно стать пилотом гражданской авиации, но уже в Европе, если я вылечусь. честно сказать, задача не из легких, потому что во многих странах, насколько я знаю, летчиков авиации, ну, летчиков вообще берут только из числа граждан страны и других людей. Вот. Ну, если, опять же, вы будете стараться стремиться к этому, то все может получиться, но я пока не очень вижу, что вы делали что-то конкретно для этого. То есть, написание как-то вот большого количества сообщений никак не приближает вас к этой мечте. При этом я вновь поднял себя на занятиях профессиональным спортом, а именно BMX, мне все очень нравится и преуспеть еще можно в нем. Ну, здорово. В Европу переезжаю через 3 года после окончания обучения в России. Рад, что у вас есть такая уверенность. Очень рад, что у вас есть такая уверенность. Вот. Ну, здорово. Ну, вопрос, меня до сих пор тревожит вопрос, я не могу найти на него ответа. Вопрос в том, как совместить обе деятельности, пилот и профессиональный спорт. Ну, я думаю, что нужно заниматься сначала чем-то одним, потом смотреть на свое свободное время и смотреть, как вы можете заниматься чем-то другим. Вот. Другое дело, почему вас это волнует и откуда такая идея именно совмещать это. Как будто бы вы здесь какую-то другую цель преследуете, и как будто бы у вас здесь какое-то другое желание. Например, что-то доказательное. Вот. А я видел в инстаграм летчика, который совмещает автогонки на скал. Ну, значит можно. Простите за мое детское поведение, просто я боюсь, что приму неправильное решение, не смогу совмещать обе деятельности. Ну, вы начните хотя бы одну какую-нибудь сначала. Там будет просто проще. Обращаюсь за советами к людям в инстаграм, но они не отвечают особо, что делать в таком случае. Ну, так а какое именно решение вы хотите принять, если сейчас вы только обучаетесь, у вас нет никакой деятельности. Вы начните сначала одну деятельность, потом будет понятно, как совместить ее с другой. Вот. Мне кажется, в целом вы вот свои ресурсы направляете немножко не туда. Ну, не в ту сторону. Вот. Винтили. Ну, я, конечно, не знаю, вот, но нет особо сложного ничего, как мне кажется, в том, чтобы стать автогонщиком на скал. Да? Потому что там есть, ну, в принципе, довольно возрастные люди. Вот. Что, как бы, говорит о том, что требования к гонщикам, наверное, все же меньше, чем, например, к гонщикам, допустим, Формула-1 или что-то такое. Вот. Поэтому, вот. Я думаю, что вам имело бы смысл как-то сначала смотреть в сторону того, чтобы стать пилотом, если вы хотите. Да? Ну, вот. А потом уже смотреть в сторону того, чтобы стать автогонщиком. Вот. Ну, все. Я думаю, так. Вот это решение. То есть, решение в приоритете. Решение в установке приоритетов. Вам. Всего самого доброго. Подальше обращайтесь.